Вы знаете, немножко в шутку, ну, с юмором, скажу, что тот факт, что уже задан вопрос о том, как справиться с эгоцентризмом, говорит о том, что работа пошла, и она обязательно будет успешной. Теперь перейдем к более серьезному ответу на ваш вопрос. И вопрос очень важный для всех абсолютно, особенно в наше время. В наше время оно славится именно тем, что каждый, давайте скажем, почти каждый, многие люди, они действуют по паттерну, по принципу, по алгоритму селфи. Для себя, на себя, о себе, слово «я» стоит в середине. То есть эгоцентризм — это там, где в центре стоит эго. Советую вам также посмотреть ответ на вопрос, ответ на вопрос по поводу эгоцентризма. У нас есть на сайте, посмотрите в поисковике вопрос, который называется «Радоваться не получается, что делать?». Здесь описывается одно из последствий эгоцентризма. Это излишняя грусть, депрессия, которая происходит с концентрацией человека на своих мыслях. И дальше есть по ходу ответа еще другие ответы внутри. То есть если правильно подходить к делу, то нужно все-таки исследовать эту область. В рамках короткого ответа можно сказать следующее, что, конечно же, величайший принцип нашей Торы — это любить ближнего, как самого себя. Самый важный, можно сказать. И для того, чтобы этот принцип, не дай Бог, не был пустой декларацией, нам необходимо, конечно же, над этим работать. Работа над этим принципом не должна заключаться в зацикленности на собственных поступках и мыслях каждую секунду. Мы должны жить и приносить пользу другим. Так сформулировал великий мудрец XIX века Рабихайм из Воложина о том, что человек создан, чтобы приносить пользу другому. Мне очень нравится эта мысль. Почему? Потому что, когда человек занят мыслями о том, что нужно сделать добро другому человеку, у него не остаётся времени на зацикленность, на собственных горестях, печалях и бедах. Это совершенно не значит, конечно, что нужно о себе забыть. Безусловно, мы говорим о том, чтобы вектор основной наш был направлен на помощь другим людям в соответствии с тем, что Тора нам заповедовала сделать волю Всевышнего своей воле, и тогда Всевышний сделает твою волю его воле. Здесь очень важный принцип о том, что когда мы хотим быть угодным Всевышнему, мы стараемся сделать добро, быть милосердным, давать сдаку. Естественно, всё это на платформе, на фундаменте Торы, учёба, ни одному, ни самому, вместе с кем-то, преподавание. И всё вокруг это притягивает то, что называется браха, благословление. Это благословение притягивается тому человеку, который, то, что называется альтруист, то есть еврейский альтруист, это тот человек, который понимает, что от него ждут прежде всего небо, от него ждёт реализацию его лидерства по отношению к другим людям. И это очень важное лекарство, оно очень простое. Таким образом, за действием потянутся мысли. То есть даже если не хочется, привык депрессовать, думать, зацикли на себе и так далее и тому подобное, то пересилив один раз, второй раз, третий раз, это войдёт в привычку. А вся наша жизнь — это привычка, она состоит из-за последовательности действий. Можно очень много говорить, если ничего не делать, ничего не изменится. Теперь важно ещё сказать такую вещь, что правильно ли мы даём оценку эгоцентризму, так называемому? Само слово «эгоцентризм» оно такое суровое достаточно, оно сразу же говорит о том, что есть перебор эгоизма. Вообще здесь вокруг этой темы столько книг написано, да, разумный эгоизм, неразумный эгоизм. Мы будем исходить из здравого смысла, что каждый человек должен оставаться при своих законных интересах. Ну, он совершенно не заинтересован, да, там, чтобы у него забрали имущество или оскорбляли его, или как-то наступали на него. Это крайности, глупости, которые мы совершенно здесь не разбираем. Мы говорим о том, чтобы человек, живя нормальной жизнью, понимал, что есть те люди, которые ждут его помощи и хотят этого. И даже если не хотят, то у него есть возможность это сделать. И это является самой, сейчас модное слово, вакцина, да, самой действенной вакциной эгоцентризма — уметь увидеть другого человека. Переступить через это «я», когда всё внутри тебе только об этом и говорит «я-я-я». Вот, поэтому задаём вопрос. Мы хотим самореализоваться прежде всего для Творца. Это, кстати, не исключает, если у вас есть хорошие бизнес-цели, карьерные цели. Если результатом станет и помощь другим, и тздака хорошая, и вы будете довольны, счастливы, и это ваше призвание. На здоровье, Балу Ха-Шем. Это тоже ради Творца. У каждого из нас есть свой стержень, свой корень. И успешный, удачный бизнесмен. Это замечательно. Точно так же, как успешная мама в семье многих детей. Это тоже очень важная профессия. Она не обязана стать бизнес-вумен. Может, конечно, если успеет, но не обязана. Талмит Хахам, он доволен, ну, то, что называется, тот-то учит Тору, тот-то сделал Тору своей жизни. То, что он ласок бодиврейтера, тот-то сделал эссеком Тору, да, то есть сделал своей работой, серьезной работой в думче. Не будет требовать много вилл, квартир и машин, да. То есть у каждого из нас есть что-то, где мы можем реализоваться наилучшим образом. Вот это надо делать. Но что, не ради собственного выпячивания, не ради выпячивания своего «я», даже если люди за тобой пошли. И хорошо, что пошли, да. Но не иметь целью выпечить свое «я». Наши мудрецы здесь говорят о том, что если ты будешь убегать от этого, и тебя будет догонять кого-то, да, уважение. Так один спросил, я что-то убегаю, но он меня ничего не догоняет. Так и сказал ему учитель, что ты, видно, часто оборачиваешься, ждешь его. Так вот, наше еврейское лидерство — это взять этот эгоцентризм, повернуть его на альтруистическую сторону, потому что в эгоцентризме очень много силы, энергии, в нем есть ецер, да, в нем есть вот этот вот огонь. Этот огонь лидерский нужно повернуть по направлению к Всевышнему. Гореть ради Торы, ради евреев, ради митсвот. Можешь учить Тору, серьезно учи, можешь преподавать. Все могут, кстати, преподавать. Абсолютно важно найти того, кто знает гораздо меньше, чем ты, меньше, и преподавать, и нести Тору, и зажигать еще людей. Этого ждет Творец. От эгоцентризма не останется ничего. Но что? Здесь нужна дисциплина. Здесь нужно увидеть то же в себе, если, не дай Бог, начинает просыпаться гордыня. Вот какой я молодец, вот еще что-то. Не нужно это, потому что тогда Тора, не дай Бог, будет токсична. И даже если будет какой-то успех, потом будет падение. Не нужно это. Нужно что? Нужно понять, что я могу для тебя, Всевышний, еще сделать. Очень важное такое качество, которое необходимо воспитывать в себе, которое, опять же, из-за цифровой вакханалии, которая есть в наше время, из-за фантазии, картинок этих видео, постоянных, которые сделали память человека, и то, что называется attention span, то есть неумение концентрироваться более чем на 5-10 секунд, нетерпение. Нетерпение. Умение, неумение терпеть, неумение выжидать. Это влечет за собой неумение инвестировать, неумение вкладывать во что-то серьезно и системно вкладывать. И это проблема, потому что на этом зиждется все мироздание. Всевышний создавал, это глава Берешита, Всевышний создавал все постепенно. В рамках создания этого, первый день, второй день, был фидбэк, то, что называется, обратная связь. Увидели первый день, что происходит, потом второй день происходит, третий. Все происходило поэтапно, постепенно, и была дана оценка, и все было согласно плану, стратегии и так далее. Так надо жить. А где место спонтанности? Творчеству всегда есть место, если есть конструктивная прямая линия, по которой ты идешь. А если линии нет? А если одни фантазии в голове? Воображение. И когда воображение на разуме, это большая проблема. Это проблема нашего времени, проблема этого поколения. Так вот, инфантилизм у взрослых людей и эгонцентризм, опять же, в этом инфантилизме, потому что это детская черта, не терпеть, скажи ребенку, потерпи, как он может это сделать, не может это сделать. Это нужно тоже уметь себя увидеть, распознать. Опять же, не делать из этого трагедию, просто увидеть, сделать какой-то экшн-план, план действий, чтобы все развивалось. Потому что в более глубоком смысле это признание Всевышнего, потому что так в мире зарабатываются истинные ценности. В Торе, в сложнейших и не в сложнейших каких-то законах, Аллахот, в работе, в бизнесе, в разного рода проектах, сложностях. Все имеет свои сдержки, противовесы, выдержка, умение выдержать. На умение выдержать очень многое у нас есть, что написано книг по мусару. И в частности, это, конечно же, наш праздник Песах, где эгоцентризм — это хамец, а противоположное качество анава — это маца. То есть быть простым, смиренным, выдержанным, уметь остановиться, когда ты видишь, что тебя расползает, что-то сказать, выпечить своё «я» и так далее и тому подобное. Но я думаю, в рамках этого ответа максимально коротко, сколько возможно было затронуть ключевые точки, попытался сделать. И всем нам успехов в борьбе со своим эго. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...